МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «О чём говорят». О чём говорят? Говорят о выборах. Выборы губернатора Самарской области 2014. И выборы эти – очень серьёзный и ответственный момент в жизни каждого жителя Самарской губернии. Потому что от того, каким будет этот выбор, насколько много людей придёт на избирательные участки и проголосует, зависит наша дальнейшая жизнь и жизнь будущих поколений. К слову сказать, сегодня мы живём на том фундаменте, который был заложен предыдущими поколениями. Поэтому, наверное, выборы – это актуальная тема. И об этом мы говорим с заместителем председателя избирательной комиссии Самарской области Алексеем Николаевичем Солдатом. Здравствуйте. Добрый день. Алексей Николаевич, вот смотрите. Произошли некие изменения в выборном законодательстве. В своё время говорили о том, что досрочное голосование – это не очень хорошо, это подтасовки, это непрозрачность выборов. И решили от этого отказаться. И какое-то время у нас не было досрочного голосования. Хотя на самом деле это не совсем удобно многим гражданам. Кто-то куда-то уезжает, там командировки, ещё какие-то вещи. И хотелось бы проголосовать. Но нет. Законодатель решил внести, восстановить эту норму. Конституционный суд подтвердил это. И что мы теперь имеем на данный момент? В данный момент у нас на основании постановления Конституционного суда Российской Федерации от 15 апреля 2014 года внесены уже изменения как в федеральное, так и областное законодательство. И возвращен институт досрочного голосования. Соответственно, при проведении выборов губернатора Самарской области в этом году, соответственно, 14 сентября 2014 года, будет использоваться институт досрочного голосования. В данном случае данный институт у нас теперь вытеснил открепительное удостоверение как компенсационный механизм прав тех граждан, которые не смогут проголосовать по разным причинам в день голосования, соответственно. Он у нас вытеснил, как я уже сказал, открепительное удостоверение. И, по моему мнению, институт досрочного голосования является более предпочтительным. Почему? Потому что он позволяет обеспечить избирательные права всех тех, кто, соответственно, не сможет проголосовать в день голосования по своему месту жительства. А там какая уважительная причина или причина для того, чтобы воспользоваться досрочным голосованием? Перечень причин, он в общем виде закреплен, соответственно, в соответствующей статье федерального закона. Ну, прежде всего, это все те случаи, когда гражданин по уважительной причине не может находиться по месту своего жительства в день голосования. Это и командировка, это и отпуск, это и состояние здоровья. Например, человек ложится в больницу и, естественно, не будет по месту своего жительства. И в данном случае этот перечень не является исчерпывающим, соответственно, он может быть открыт, потому что многообразие жизненных ситуаций является таким, что в закон, естественно, все причины не впишешь. И решение о выдаче, соответственно, бюллетеня и разрешении на проведение досрочного голосования будет принимать соответствующую избирательную комиссию. По сравнению с предыдущим периодом, когда было досрочное голосование, что-то изменилось? Да, изменилось очень много. Во-первых, закон в себе сейчас содержит такой перечень гарантий того, что результаты волеизъявлений не будут каким-либо образом сультифицированы, что я так думаю, что сейчас у нас отсутствуют какие-либо основания сомневаться в достоверности результатов досрочного голосования. Об этом я еще, конечно, все расскажу. Но мне хотелось бы все-таки закончить относительно, почему досрочное голосование лучше, чем от крепительного удостоверения. Бывают мнения, что вот были открепительные удостоверения, соответственно, они пусть бы и сохранились. Но здесь необходимо сказать следующее, что институт открепительных удостоверений, он хорош на федеральных выборах, когда голосование осуществляется по всей стране, и человек, который получил открепительное удостоверение, он может прийти в день выголосования на любой избирательный участок и про него голосовать. Но если брать институт региональных и тем более местных выборов, то в данном случае человек может воспользоваться открепительным удостоверением лишь только в том, в той территории, где проходят выборы. Допустим, при выборах губернатора Самарской области, это территория Самарской области. Если человек уезжает, допустим, уже в Ульяновскую область, он не сможет реализовать свое избирательное право. А что касается досрочного голосования, то человек за 10 дней и менее может прийти и проголосовать досрочно. То есть здесь более гибкий механизм, и он более защищает права. Что касается гарантий. Здесь необходимо отметить, что теперь те гарантии, которые у нас установлены для досрочного голосования, они являются многогранными. Прежде всего, законом установлено время для досрочного голосования. Если раньше, когда у нас применялся этот институт, то голосование могло осуществляться в течение всего времени работы избирательной комиссии. И для, допустим, контроля со стороны других кандидатов, со стороны партий, это было не очень удобно. То есть сейчас закон говорит четко, что досрочное голосование осуществляется в будние дни, соответственно, в вечернее время, 16 часов, на протяжении не менее чем 4 часов. Соответственно, избирательная комиссия Самарской области будет утвержден график проведения досрочного голосования. Соответственно, проголосовать может быть в будние дни с 16 до 20 часов, а выходные дни с 12 до 16 часов. Это удобно для всех людей, я так полагаю. Конечно, удобно. То есть если кто-то работает, допустим, во вторую смену и не может прийти в будний день, он сможет прийти в выходной день и проголосовать досрочно. И при проведении досрочного голосования вправе присутствовать, кроме членов комиссии, которые выдают бюллетени, это наблюдатели, которые назначаются либо партиями, либо кандидатами. Они присутствуют. Они вправе присутствовать, смотреть, соответственно, соблюдается ли порядок проведения досрочного голосования. При этом, когда человек проголосовал досрочно, естественно, ему обеспечивается возможность тайного голосования, как для всех, соответственно, у нас общее требование на выборах. То бюллетень вкладывается в конверт. И на склейке конверта, соответственно, ставятся подписи тех лиц, членов комиссии, которые выдают этот бюллетень. Но наблюдатели, которые присутствуют при этом, также вправе расписаться на этом конверте на склейке. И, соответственно, уже потом видно будет, скрывался ли конверт, не вскрывался. А в списках там тоже ведь какая-то отметка делается? Да, конечно, в списке избирателей делается отметка о том, что человек проголосовал досрочно. То есть тут со всех сторон контроль. Да, да, да. А при этом, соответственно, бюллетени хранятся в сейфе, в местах, где, соответственно, исключается доступ других лиц. С момента начала проведения досрочного голосования, соответственно, места проведения голосования будут уже обеспечены круглосуточной охраной со стороны органов внутренних дел. И, соответственно, с бюллетенями ничего не должно случиться. При этом, следующая гарантия для досрочного голосования, то, что у нас данные бюллетени будут, на них ставится печать с обратной стороны, что это бюллетень досрочно проголосовавшего. И если, допустим, число досрочно проголосовавших будет достаточно большим, по закону, если это более 1%, то по требованию, соответственно, тех лиц, которые будут присутствовать на избирательном участке, возможен даже отдельный подсчет голосов для досрочно проголосовавших. И я так думаю, что при наличии таких гарантий, вопрос о каких-либо злоупотреблениях, ну, я думаю, здесь можно снимать, он, в принципе, я так думаю, что невозможен здесь. А наказание серьезное из-за нарушения? За фальсификацию результатов голосования, конечно, это уголовная ответственность. Уголовная ответственность, да, конечно. Все осталось. Да, конечно. Я еще хочу у вас спросить, а выносные урны по-прежнему будут действовать? Да, это совершенно другой институт, соответственно, у нас. Те люди, которые находятся на своих, по месту жительства, но по состоянию здоровья своему или каким-то иным причинам, не смогут проголосовать в помещении избирательной комиссии, они имеют право написать заявление в избирательную комиссию, в учетковую избирательную комиссию, при этом передать это сообщение, в том числе и УСНУ по телефонной связи, и к ним, соответственно, придут работники избирательной комиссии, им будет предоставлено право проголосовать вне помещения. Также здесь будет переносная урна, соответственно, несколько членов комиссии, также могут присутствовать наблюдатели, к людям приходят, соответственно, и они приходят. То есть здесь у нас также этот институт у нас остаётся в том же неизменном виде. А какие-то ограничения существуют, что, например, на определённое количество избирателей выезжаем не больше такого количества раз? Или нет такого? Нет, нет. Дело в том, что как мы здесь введём какие-то ограничения, если здесь будут какие-то ограничения, то здесь можно нарушить избирательные права. Соответственно, здесь у нас реестр ведётся. И единственное, что заявление о голосовании вне помещения избиратель вправе передать только до 14 часов в день голосования. После уже, соответственно, избирательная комиссия не вправе будет выезжать, потому что уже времени не хватит для обработки этого. А те заявления, которые передаются до дня голосования или в день голосования... То есть можно заранее написать? Конечно. И я как бы призываю людей, которые... Ну, по каким-то виду, что они смогут голосовать в помещении избирательной комиссии, заранее передать это заявление либо по телефону, либо, допустим, если могут сами-сами принести или попросить других лиц. Здесь могут им оказывать содействие. Заранее, соответственно, представить эти заявления. И к ним обязательно придут в течение дня. И право проголосовать, соответственно, их будет реализовано. Здесь мы, как избирательная комиссия Самарской области, за этим, естественно, следим. И все за этим следят. Все комиссии всех уровней. И каких-либо случаев о том, чтобы люди не пришли... Бывают, конечно, такие сообщения, но все они обрабатываются и чаще всего они подтверждаются. То есть придут ко всем по этому вопросу. Алексей Николаевич, еще один последний, к сожалению, вопрос в этом эфире. Правда ли, что бюллетени для голосования будут печататься под круглосуточным, неусыпным оком сотрудников полиции? Да, конечно. Это требование федерального закона. И с момента, когда начнется работа по изготовлению избирательных бюллетеней, а та организация, которая будет печатать, соответственно, избирательные бюллетени, она, соответственно, будет... Там будет организовано дежурство сотрудников органов внутренних дел. При этом избирательные бюллетени изготавливаются под контролем специальной рабочей группы, которая формирует избирательные комиссии Самарской области, куда входят представители всех политических сил, представленных в избирательные комиссии Самарской области. что здесь тоже максимально открытый, прозрачный процесс в данном случае. Ну что ж, время эфира подошло к концу. Большое спасибо. Я надеюсь, мы встретимся через неделю. А нашим телезрителям напоминаю. Алексей Николаевич Солдатов, заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области, был в нашем эфире. До свидания.